Всем привет! С вами Оля. Очень рада видеть вас снова на своем канале. И сегодня поговорим над темой, которую недавно затронули с подружкой, которая уехала в Перу отдыхать. И недавно мне пишет, Оль, как будет творог по-испански? Хочу попробовать его здесь поискать. Ну или как хотя бы его объяснить людям здесь? И я говорю, ну знаешь, я тебя разочарую. Одним словом ему точно нельзя перевести. Ну как минимум шесть понадобятся, то есть я сформулировала так наиболее кратко, это с помощью шести слов. Так что сегодня мы с вами поговорим о таких словах в испанском языке, которые не переводятся напрямую с русского языка. Возможно, даже таких вещей в испанском, в испаноязычном мире нет. Досмотрите это видео до конца, потому что эти слова понадобятся всем, кто хочет говорить на испанском языке в среде, то есть в испаноязычных странах. Раз уж мы начали с истории про творог и продолжим говорить про него, первое слово это творог, как объяснить его на испанском. У меня было в Мексике такое время, когда очень хотелось творог, и я его искала везде, где только можно, пыталась людям объяснить, что это вообще такое. Я пыталась объяснить через кесо-котаж, это деревенский сыр, такой очень похожий, зернистый в Мексике. Я говорила, ну как бы это вот такой же сыр, только он немножко более влажный и кислый. В какой-то момент я сама не поняла, в чем особенность творога. Вот, примерно на этом и остановилась, что это как кесо-котаж, то есть деревенский сыр, pero más ácido y úmido, только более кислый и влажный. Вот, и в целом поняла, что в Мексике его нет, и начала делать его сама. Поэтому те, кто хотел бы заняться фермерством и каким-то своим делом, но в другой стране, например, испаноязычной, то, пожалуйста, делайте творог, он очень зайдет местному населению, потому что, когда я делала сырнички из творога, который сделала сама, все просили рецепт. Ну и в итоге, как я поняла, творог можно охарактеризовать вот этой фразой то есть деревенский сыр, только более кислый и влажный. Следующее слово я никогда не встречала в других языках, у него нет аналогов и синонимов, но для нашей русской культуры оно действительно важное, поэтому его перевод, ну и, по крайней мере, его объяснение, это действительно важная штука, которую стоит оговорить. И это слово молодец. Конечно, в других культурах, в других странах людей тоже хвалят, они же не роботы, чтобы просто механически что-то выполнять. Тоже, как у нас, молодец, ты хорошо что-то сделал. Но слово, которое бы описывало одного человека, такого нет. Мы описываем не человека одним существительным, а его работу или результат труда. Поэтому в испанском, когда мы хотим похвалить кого-то, мы говорим buen trabajo, хорошая работа, или bien hecho, хорошо сделано. И следующее слово, это слово, которое в последнее время стало очень популярным. Мы его говорим, когда хотим сказать, что мы чем-то очень наслаждаемся. Или же сама ситуация очень классная, и также мы ей наслаждаемся. Вот, и это слово кайф. Как его перевести на испанский? Неизвестно. Но я вместила это также в небольшое предложение. Если хотите знать больше разговорных выражений по-испански, и, конечно же, использовать их на практике, то переходите по ссылке в описании к этому видео, чтобы написать мне в телеграме. Я добавлю вас в клуб испанского, который у нас проходит каждую среду и воскресенье. И следующее слово, это слово погром. Чтобы объяснить, что у вас дома это не просто беспорядок, а это собака устроила погром, просто так этого сделать вы не сможете, потому что, ну, опять же, нужно несколько слов, чтобы договориться, что же это значит. Нужно договориться, что это шуточное выражение сразу, поэтому мы говорим погром, то есть это шуточная фраза, которая означает то есть серия действий, которые разрушают все вокруг. Принято считать, что только русские любят, когда все забесплатно или легко получается, но это неправда, хотя только в русском языке есть слово халява, и его мы снова описываем сразу несколькими словами для наших любимых иностранцев, и получится примерно такая фраза. Algo recibido muy facilmente o gratis. Что-то полученное очень легко или бесплатно. Сегодня мы разобрали с вами пять таких слов, одних из самых распространенных. Расскажите в комментариях, какие слова вы не могли объяснить или перевести одним словом на иностранный язык, и как вы выкручивались. Будет интересно почитать. Не забывайте про лайки, про подписку, и если вам нравится то, что я делаю на своем канале, то внизу в описании я также оставлю номер карты, куда можно кидать донаты. Ну, а с вами была Оля. До встречи в следующих выпусках. Adios!